Добрый день еще раз. Меня зовут Ковердяв Александр Владимирович. Здесь я работаю уже 18 год. Два высших образования в том числе и по дереву инженер лесного хозяйства. За это время я уже проехал более 75 фабрик европейских, российских, китайских, турецких. Кроме Америки практически везде на фабриках самих я побывал. Следующий материал у нас идет пробковые полы. Это кора пробкового дуба из Португалии. Если мы смотрим, то вот они пробковые дубы. Они похожи на стандартные дубы, но немного отличаются. То есть здесь кора снимается с них в зависимости от того, через сколько лет, тем отличается качество этой коры. И она применяется для разных материалов. Много, да. Их много. Они не вырубают деревья? Нет, они не вырубают. То есть кора потом нарастает. И потом, да, целая плантация. То есть она нарастает и потом опять. То есть через каждые 5 лет, через 8 лет есть, через 13 лет. От этого зависит плотность самой плиты. Если мы заглянем вглубь коры, то она представляет себя как в виде сот. Сот наполнены газом. Поэтому у нее вот эти все функции, теплоты, амортизационные характеристики. То есть ее применяют и в космических технологиях, в обувной промышленности, в винной промышленности. В парке делают. То есть очень много везде применяют. То есть отличие, если мы возьмем по шумостойкости. Вот здесь везде с вами LVT сравним. Шум, пробка, ламинат, потише. Ну, с паркетом. То есть пробка везде будет менее шумнее. То есть вот отличие вот в этом по шумостойкости. То есть она одна из самых шумопоглощающих материалов. Поэтому ее и применяют в основном в виде подложек и самого напольного покрытия. Если мы говорим о пробке в виде паркета, можно так сказать, да, то здесь идет сверху шпон пробки декоративный. В среднем плита, как у ламината. И снизу идет тоже подложка из пробки. Она может быть в виде, как самой пробки, тонированной в разные цвета. Также может имитировать, как дерево. Либо это уже идет вот такая пробка клеевая полностью. То есть это уже идет толще пробка, да, она в районе 6 мм идет. Она приклеивается такими модулями. Кому-то нравятся дизайны, кому-то не нравятся. Но основное отличие в основном применяют ее в детские, в спальни. Можно хоть куда, в бильярдные, в квартиры. То есть в принципе везде, в офисы, да. Но если мы говорим о большой проходимости, то это брать лучше пробку клеевую, приклеивать на бетонное основание и сверху пропитывать лаком. Тогда она больше всего, дольше всего прослужит, да. Подложка в виде замковой вариации, она укладывается то же самое. Либо на подложку, либо бывает укладывают ее просто на основание. Но в основном укладывают все-таки на подложке. Основание точно так же должно быть ровным, чистым и сухим. Это основные требования под укладки любых напольных покрытий. Срок службы, ну, ориентируемся в районе 20 лет, она пролежит. Самый такой фактор у нее, то есть она колкая. То есть если мы говорим, она вот, она отщипывается. Но это все можно вылечить. То есть это взять либо воски, либо специальной жидкости, либо гели и все выровнять. То есть она ремонтно пригодна. Но в обуви по ней нельзя. Как нельзя? Ты же половаешь. То есть она вот все. То есть удерживает нагрузки. Пожалуйста, конечно, да, тестируйте. То есть то же самое, загрязненность, еще что-то. То есть она спокойно все это можно убрать. Мыть спокойно, моете. Ну, это реставраторы уже, да, либо в домашних условиях. Можно самим сделать тоже мягкими твердыми восками. Вот пробка, которая под паркетную доску. Она дороже, чем вот обычная, да, пробка? Они примерно сейчас сравнимы, да, по цене. Дороже ламината. Да, но она уже дороже ламината, да. Потому что здесь уже идет полностью, можно сказать, натуральный продукт. Самый натуральный, это вот получается, то есть 6-миллиметровая. Также используются, есть такие виды, как пробковые обои. То есть вот такие варианты в виде холстов. То есть можно использовать как обои. Необычные текстуры, фактуры, то есть. Ну вот. Толщина нет, она тонкая, как и под обои сделаны. То есть специальные клеи, да, идут. А где в основном используют вот пробковые обои? Как будто, да, в офисные какие-то, наверное? Везде. То есть где нравится, то есть где денег хватит, да. Это тоже? Да, это все из пробки сделано, да. Как будто под кожу, да, сделано. Да, да. И это вот, да. Это сделано с пробкой, это как можно сделать, как ткани уже, как обои. То есть все, что угодно, да. То есть вариации массу, то есть массу выдумок можно всяких придумать. Ну и, соответственно, ее используют как технические пробки, как агломераты какие-то. Они уже могут с прорезиненной основой быть разные, под разные задачи, так называемые. То есть для какого-то утепления, то есть под стяжки. Вот. Это техническая пробка, да. Да. Ну вот, да, допустим, даже вот фото надо рамку какую-то сделать. Можно лист купить и просто крепить. Можно, да, как подложку использовать. По цене за квадратный метр. Ну вот, подложка техническая, двухмиллиметровая, в районе 220 рублей стоит квадратный метр. Рулон идет 10-ти метровый, 10 метров квадратных, то есть 2200 рублей стоит рулон. Вот она в основном рулонами продается. Здесь идет плитками. Плиты разные могут быть. Могут быть 300 на 300, 600 на 900. То есть разные размеры могут быть ширины, длины. Толщина в основном идет 10, 11, 12 миллиметров. То есть если нужно какую-то небольшую толщину. Если мы сравниваем с клеевой пробкой, она в основном 6-ти миллиметровая идет. Вот, здесь на основании просто на подошку укладывается методом замка. То есть она складывается на замок и все. То есть вот замковая часть тоже так же, как у ламината замок идет. То есть укладка, ну, простая, так скажем, несложная. По стоимости пробка сейчас в районе 3,5-4-5 тысяч рублей-квадратный метр. В зависимости от типа дизайна, да. Вот. То есть, ну, до повышения цен где-то в районе 3,300 было. 3,700 вот так. Сейчас примерно такие цены, да. Получается пробка, она тоже плавающая? Она плавающим способом, да. Укладывается, кроме клеевой пробки, которая именно приклеивается и сверху лаком пропитывается. То есть это самое надежное получается. В основном произрастает эта Португалия. То есть поэтому все производители, в основном пробки, большинство лидеров, это португальские. А в Испании же еще вроде есть такие? Есть, да. Но фабрик там меньше, да. В основном в Португалии. 80% пробки из Португалии. 80%, да. Так и есть. Вот. Ну вот у нас представлены два производителя. Это Курк и Викандерс. Производители. То есть вот, как пример, стеновая пробка. Как она выглядит на стене. Можно чуть дальше пройти, там будет стеновая. Вот. Сейчас я покажу, что такое винил. Что касается плинтусов, плинтуса то же самое. Также вот висят, допустим, если кому-то нужно подчеркнуть полный дизайн. То есть пробка и пробковая плинтуса. По аксессуарам, да, допустим, к ламинату идут ламинированные плинтуса. То есть практически под каждый дизайн ламината идут свои плинтуса. Под пробку идут пробковые плинтуса в данном случае. По пробке какие-то вопросы еще есть? В принципе, тут все понятно. А ламинируется она так же, как ламинат, да? Да. Просто пробка в основе, она шумоизмена. Да. А скажите, обои вот эти, они тоже обои как-то идут? Мы тоже, да, под заказ. Но они, да, вот начинаются от 8-9 тысяч. Рулон, наверное, там, да, идет. Ну, используют, но в основном используют какие-то части. То есть просто декорируют, да, выделить какую-то зону, какую-то часть, потому что это необычно, приятно. То есть за кроватью там берешь вот так, трогаешь, то есть это совсем другие ощущения. Все. Да. Стену поглажу. Да, стену поглажу и все. Я дома себе сделал детскую, то есть, ну, не нарадуемся, потому что там сидеть приятно, играть приятно, ползать приятно. То есть все. То есть то, что если мы говорим долбать, мять там, царапать, это все можно, конечно, но в любом случае я просто раз 3-4 года его специальным составом обрабатываю, пробку в этой комнате, и все, больше, в принципе, ничего не делаю. Мыть она спокойно моется, легко, непринужденно. То есть многие у нас спа-комплексы берут, то есть потому что она не боится влаги, то есть так сильно. Но это мы говорим не про замковую пробку, а про клеевую, клеевая пробка. Очень много, если мы говорим какие-то бильярдные, залы, комнаты отдыха, релакса, вот такая клеевая пробка – это самый подходящий вариант, потому что вы ходите, вам комфортно, приятно, мягко. Для многим в Европе пожилым, либо в какие-то учреждения, да, с проблемами, то есть укладывают обязательно пробку, потому что амортизация очень хорошая и все прочее. А можно в баню сделать? Можно клеевую, да, можно в баню сделать. То есть она не разбухнет? Нет. Приклеить ее, сверху лаком пропитать, с ней нормально все будет. А вы имеете в виду в парную или в комнату отдыха? Ну, в парную там навряд ли, да, как бы. В баню в комнату отдыха. В комнату отдыха, да, в комнату отдыха можно. Так, ну вот следующий материал современный – это винил, кварцвинил, либо ламинат кварцевый, либо виниловый, все по-разному называют. Но основа вот, вот она идет. Толщины могут быть разные – 2,5 мм, 3-4 до 8 где-то я встречал миллиметров. То есть искусственный материал. Грубо говоря, линолеум нарезанный прямоугольниками, что могу сказать. Он самый дешевый, да? Он самый, да, недорогой. Но лучше всего все эти виниловые полы, лучше всего их приклеивать к основанию. Потому что, хоть они и замковые, еще что-то, на них также влияет свет, тепло. То есть если мы видим какая-то открытая зона, и она очень под сильным нагревом, допустим, летом, да, то если мы его не приклеили, не прижали, он все равно будет также расползаться. То есть такая практика есть. Вопрос по влажности на него также влияет. То есть температура влажности – это вот основные два показателя, которые применимы к натуральным напольным покрытиям. То есть реакция тепла, если она сверх меры либо холода, либо влаги отсутствия, либо чрезмерный избыток влаги, влияет на все напольное покрытие, будь то это пробка, ламинат, паркет, винил. Здесь то же самое. Также дизайны, разные дизайны. Укладываются лучше всего приклеиванием, методом приклеивания. Есть плавающим способом, можно плавающим способом укладывать. То есть просто на замок собирается, на подложки, либо без подложек бывают такие, также винилы. Вот. Ну, искусственный материал. Стой. Да, вот они все, да. То есть, ну, холодный, статичный точно так же. То есть он тепла не будет приносить. То есть если вы руку положите, она греться не будет. То есть если вы руку положите на пробку, вы сразу почувствуете, что будет тепло как бы оставаться. Оно самое как бы теплое из материала. Ламинат тоже самое. Но она же теплее, наверное, чем керамика. Чем керамика, да. Но керамика зато надежнее, то есть ей ничего не будет. Если говорить про теплые полы, лучше взять теплые полы с керамикой, с керамической плиткой, нежели чем с ламинатом, допустим, или с кварц-винилом. Можно сделать, но тут вопрос в том, что это все равно химия. При воздействии высоких температур, если мы будем постоянно нагревать, будет все равно какое-то воздействие химии. Хоть и говорят все, экологичность, сертификаты, еще что-то. Я побывал на куче вот этих всех организаций разных производств. И ты когда идешь по производству, видишь, банки стоят, на них кресты нарисованы, а потом тебе говорят через два часа за пивом, что все экологично, все хорошо. И ты начинаешь это спрашивать, что за кресты на этих банках были. Тебе отшучиваются, говорят, все нормально, не переживай, нам идти надо. В магазины все, Саша, хватит вопросов задавать. Вот, поэтому так. Что все-таки экологичнее? Экологичнее всего это... Нет, но вот из этих... Из этих, ну, ламинат будет более экологичный. Да, потому что там древесная, да, плита. Экологичные есть эти все винилы, они запретены, но они по стоимости стоят на сегодняшний момент от 6,5 тысяч рублей. Там, грубо говоря, мел с разными присадками. Но у нас, если массивная доска стоит в районе 5 тысяч рублей, цельный дуб, чистый дуб стоит, когда вот эта химия стоит столько же денег, натуральная. А все остальное синтетическое, искусственное, то есть... Ну, мы меньше всего продаем наш салон, вот этих всех моментов, потому что сколько мы не бывали на разных семинарах в Милане, в Ганновере, то есть во всей Европе, там это все конкретно раскритиковали, то есть по статичности химии всей вот этой... То есть хорошее, оно стоит очень дорого. А более дешевое сырья... Ну, более дешевое, это... То есть можно купить проще линолеум, расстелить его, проклеить его, будет тот же самый эффект. Вот, потому что сейчас на сегодняшний момент линолеумы, они сравнимы вот с этими всеми вещами. Ну, вот, кратко. То есть по царапаниям то же самое, если мы говорим про царапания, это то же самое. Если мы возьмем ножик или ножницы, мы и здесь поцарапаем, и здесь поцарапаем, и здесь поцарапаем. Ну, просто здесь вопрос, что сложнее восстановить, здесь легче. Затер какими-то шпаклевками, веществами, здесь надо запаивать, мучиться, специалиста вызывать. И она, вот эта реставрация продержится на какое-то время, а потом все равно отпадет. Потом все равно нужно будет какую-то деталь менять. Да, здесь деталь меняется легче. То есть если она все проклеена, мы пришли, вырезали ее, отодрали и новую вклеили. Вот в этом преимущество. Она как нормальная, там подавливается все? Она продавливается. У вас детской подмебели нет? Нет, вопрос в том, что в рекламе как написано, что она восстанавливается полностью. Но нет, она не восстанавливается полностью. То есть если мы поставили сюда на пробку шкаф, будь то это клеевая, будь то это замковая, тяжелый шкаф мы проставили, она все равно процентов на 70 только восстановится. То есть вот эти мятины, они будут. То есть если вы просто ножки поставили и под них никакую плоскость не увеличили, то, конечно, она продавится. То есть нужно плоскость какую-то увеличивать. Под все практически современную мебель лучше всего делать набойки, все набивки. То есть просто сейчас продается очень много как раз пробковых вот этих всех набивок, даже в том же Леруа Мерлен, просто разных размеров. То есть сразу мебель купили, сразу приклеили на двусторонний скотч, и все, вы проблем не знаете. Ни с шорканем, ни с царапанием, ни с продавливаемостью. Пойдемте тогда дальше про паркетную доску.